Информационно-стравочный центр Метрополитена, Валентина, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, я могу здесь оставить отзыв о работе Метрополитена? В устной форме, да, можете оставить здесь. Ну, мой рассказ будет долгий. Значит, смотрите, я жительница города Пскова, я в Санкт-Петербург проезжала в туристических целях. Вот на днях мы совершали поездку туристическую вместе с моей дочерью, четырёхлетней дочерью. Ездили, передвигались мы по Санкт-Петербургу на самокате, но иногда пользовались услугами метро. И вот в последний день, как раз перед отъездом в Апсков, мы отправлялись со станции Купчино. Садились на станции Купчино. Ехать нам нужно было до Балтийского вокзала на поезд, да, чтобы отправиться домой. При мне был ребёнок мой четырёхлетний, самокат. Вот, самокат у меня немецкий, небольшой, он складывается, но я обычно его катаю просто так, потому что он аккуратный, немецкий, такой, миниатюрный, скажем так. И вот когда мы подошли к турникету проходному, к первому, там, где обычные проходят с детьми или с какими-то, да, предметами крупными, к нам из кабинки вышла женщина, ну, сотрудник метрополитена, как раз сидит там с этим турникетом. И она мне сказала, что у вас, ваш самокат должен быть упакован в чехол. Я была очень удивлена, я вытаращила глаза и говорю, а с какого числа введено, потому что я уже не первый раз в Санкт-Петербурге, и в эту поездку не раз тоже проезжала на метро, и первый раз мне сказали, что самокат должен быть, колёса должны быть упакованы в чехол. Я была с ребёнком, с маленьким, мы возвращались, ехали на вокзал, естественно, у нас были, у меня было два рюкзака со спиной, пакет, вот. И я говорю, а что мне делать? Мы едем на поезд, мы едем на вокзал. Она говорит, упаковывайте пакеты, в пакет всё. Ну, у меня был пакет, слава богу, на самом дне рюкзака, мне пришлось тут же на полу снять всё с себя, вытащить все товары, которые я купила в Петербурге, там, какие тортики, всё это на полу, чтобы достать пакет, сложить свой самокат. Тут же очередь скопилась. И я работнику метро, женщине, сказала, я говорю, вы, конечно, молодец, что вы такая правильная, но, говорю, вы видите, что я еду с ребёнком, что у меня сумки. Женщина сказала, ну, нас за это могут оштрафовать. Так вот, вы знаете, я хочу вам сказать, что, и попросить, не выпишите этой женщине какую-нибудь премию. Не зря же она выслужилась перед вашей системой, понимаете? Не зря же я там на полу всё раскладывала, все свои вещи, искала этот пакет. Я, конечно, могу понять, что вы, наверное, хотите, чтобы в метро было чисто, но надо же как-то и быть при этом человечными людьми, если вы видите, что ребёнок. Причём у меня самокат был чистый, абсолютно. У меня самокат был настолько чистый, что почище обуви. А, ребят, на секундочку, самокат у вас взрослый был, не детский. Ну, нет, он считается категорией 5+. Он небольшой, он немецкий, он хороший. Для четырёхлетнего ребёнка, а взрослый самокат? Ну, он, да, он универсальный, он регулируется, он от пяти лет этот самокат, да. Он небольшой, он не электрический. Это небольшой немецкий самокат, чистенький, аккуратненький. Я не могу понять, что это совсем детские самокаты. Нет, это не детские самокаты, это такой усреднённый вариант, скажем так. Вот. Ну, я, конечно, всё понимаю, что правила есть правила, но, я ещё раз говорю, сколько я ездила на метро, нигде, наоборот, мне только помогали сотрудники. А в этот раз я столкнулась, ну, с каким-то таким, ну, с какой-то бесчеловечностью, я считаю. Потому что, я понимаю, чистота должна быть. Ну, так, может быть, тогда и женщин с колясками, с грудничками просить их тоже упаковывать их в коляске, а у них коляски, как правило, погрязнее, чем самокаты. Или входить в определённую ситуацию каждого. Ну, потому что бездумное выполнение правил системы, ну, оно как-то не добавляет никому пользы. И в данном случае только усложнило мне ситуацию. А если бы у меня не было пакета? Я опаздывала на поезд. Где мне искать пакет? Ну, что вы на этот счёт скажете? Я, со своей стороны, могу зафиксировать ваше обращение, если вы оставите контактные контакты, вы получите ответ. Да, я хочу зафиксировать. Да. А скажите, пожалуйста, когда это было и во сколько? Это было вчера, 22 марта. В 12.30 дня. Купчино станция. Мы садились на станцию Купчино. Да, 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 вышел из Купчино. Да, 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 в 12.30. Всё, хорошо. Я поняла суть вашего обращения. Сейчас буду фиксировать. В течение 30 дней всё проверят, разберутся, и вам пришлют ответ на тот адрес, который вы указали. Спасибо. Спасибо за обращение в Петербургский метрополитен. Всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!